Всем привет! Сегодня у меня три отличных интересных фильма, после просмотра которых вы забудете обо всем на свете. Очень рекомендую. Первый. Месть простофиль. 1961 год. Франция, Италия. Режиссер Жиль Гранжье. В ролях Жан Габен, Мартина Король, Франсуаза Розе. Продолжительность 1 час 38 минут. Комедия Криминал. Отличная гангстерская комедия в антураже Парижа 60-х годов. Что может быть лучше? Этот фильм в списке моих самых любимых. А финал фильма приведет вас в восторг. Мелкий мошенник Эрик задолжал крупную сумму владельцу публичного дома Шарли Лепека. У Эрика и его любовницы Соланж возникает идея провернуть крупное дело изготовление фальшивых денег. Так как у Соланж муж-гравер от Бога, они хотят использовать его вслепую. Конечно, Эрику потребуется помощь Шарли и его банкира Лукаса. Те скептически относятся к Эрику и его возможностям. И решают обратиться за помощью к Фердинанду Маришалю по кличке Папаша. Старому гангстеру фальшивомонетчику. А что из этого получится, очень рекомендую посмотреть. Второй. Преступница Эмили. 2022 год. США. Режиссер Джон Паттенфорд. В ролях Обри Плаза, Тео Росим, Рой Авигдори. Продолжительность 1 час 37 минут. Драма Криминал. Обожаю такие фильмы. Никакой пропаганды и сплошное действие. В сюжете есть несостыковки. Но все это ерунда, когда фильм классный. У Эмили судимость за нападение. У нее долг в 70 тысяч долларов. Ей удалось устроиться на работу по доставке обедов в офисы. Но зарплата минимальная. Денег еле хватает на оплату квартиры, которую ей приходится снимать в складчину. Эмили пытается найти работу получше. Но ее прошлое и свободный нрав этому не способствуют. Однажды коллега по работе дает ей адрес, где можно заработать 200 долларов за час. Конечно, Эмили не упускает такую возможность. Но такие деньги просто так не даются. Выясняется, что это мошенничество с кредитными картами. Но Эмили пойдет на все, чтобы выбраться из нищеты. Режиссер Джон Паттон Форд снял отличный фильм. И, безусловно, теперь я буду следить за его творчеством. Надеюсь, что и в следующий раз у него получится что-то такое же классное. И Обре Плаза в роли Эмили восхитительно. Третий. Сознавайтесь, Флетч. 2022 год, США. Режиссер Грег Маттола. В ролях Джон Хэм, Ройвуд-младший, Лоренцо Изо. Продолжительность час 38 минут. Детектив, комедия, криминал. Такие фильмы – большая редкость. Очень смешной и остроумный. Он буквально напичкан смешными моментами. А джазовая музыка придает фильму еще больше атмосферы. Я сначала подумала, что это фильм Вуди Алина. Так похоже на его стиль. Но оказалось, что фильм снял Грег Маттола, который снял, прошу прощения за тавтологию, мой любимый фильм «Супер перцы». В конце сценарий немного проседает, но все равно это хорошее развлечение и мне он очень понравился. Это ремейк фильма «Флетч» 1985 года с Чеви Чейзом по одноименному роману Грегори Макдональда. Джон Хэм в роли Флетча ничуть не хуже Чеви Чейза. Хотя казалось, что комедийные роли не для него, а оказалось, что он даже очень хорош в комедии. Ну а если учитывать, что я не в восторге от Чеви Чейза, Джон Хэм – то, что надо. Флетч – журналист, настоящий профи, который раскроет любое дело, а женщины его просто обожают. Итак, Флетч прилетает в Бостон из Рима, чтобы провести расследование кражи картину богатой итальянской семьи. В арендованном доме Флетч обнаруживает труп женщины, но его это особенно не волнует. Ведь Флетч уверен в себе, как никто другой, и его ничем не проймешь. И за словом он в карман не полезет. Теперь Флетч является главным подозреваемым в убийстве. Расследование ведет детектив Монро, который засыпает при первой возможности. И его напарница – совсем еще неопытная Грис. Флетчу ничего не помеха, он достигнет своей цели, так или иначе. И это будет очень смешно. На сегодня все. Смотрите мои видео, подписывайтесь на канал. И не забывайте смотреть мой плейлист. У меня очень-очень много хороших фильмов. Вы точно будете довольны. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok